приветствую вас и я бы предложил вам двигаться поэтапно то есть я понимаю что вы сейчас испытываете очень смешанное чувство вы не знаете как вам дальше жить не знаете куда стремиться куда идти потому что весь ваш привычный уклад жизни разрушен и собственно говоря вы оказались в нестандартной для себя ситуации значит понятно что сразу наладить вашу жизнь не получится потому что она устроилась годами выстраивалась очень долго и на то чтобы перестроить свой быть необходимо время и время достаточно прилично но подходить к этому вопросу необходимо планомерно последовательно и тогда все будет хорошо значит сначала первое о чем нужно вам подумать почему ваша жена от вас ушла что ее двигало если ушла значит что-то не устраивало если ушла значит решила что с вами она не может реализоваться полностью и она решила двигаться дальше соответственно если вы себя в этом вините или каким-то образом вините свою бывшую жену то не нужно этого делать потому что ни вы ни она не виноваты в том что произошло жизнь показывает насколько человек выбранный нами действительно соответствует тому чему выходим от жизни и так бывает что по истечении многих лет мы понимаем что это не совсем тот партнер которого мы хотели бы рядом с собой видеть соответственно вам нужно для себя лично сделать выводы относительно того почему ваша жена ушла какие вы совершили ошибки из тех чтобы этих ошибок раз таки больше не повторять для этого необходимо как можно подробнее пронаборить ваши отношения с супругой и понять что ей могло не нравиться в вас чтобы в будущем этого не делать чтобы в будущем поправить свои ошибки скорректировать свое поведение и не наступать на те же грабли далее отношения нужно отпустить то есть необходимо вам выразить их пережить до конца разрыв понять почему так произошло вот женщина ушла она ушла потому что решила дожить дальше и вы тоже сейчас начинаете жить дальше только вам тяжелее потому что вы домосед и вам придется менять свое поведение и вы боитесь неопределенности боитесь того что вам придется свое поведение как-то изменять и это вас напрягает ну надо себе вопрос а вы свою жену действительно любили или вы сейчас переживаете в основном потому что не представляете себе дальнейшей жизни если первое если вы свою жену любили вам бы за нее порадоваться нужно ведь она по сути дела нашла себя нашла свою цель двигаться к ней и в общем то наверное она более счастлива чем с вами если вы любите то вам нужно порадоваться если же вы не представляете своей жизни без нее то в первую очередь тут нужно понять если женщина уходит то она уже не та кем вы ее для себя видели то есть вы вы видели ее для себя как супругу как любимую любимую как пусть всей жизни но она таковой для вас уже не являлась и вы сейчас скучаете и стремитесь рветесь не к ней вы рветесь к образу который вы сами себе нарисовали этот образ олицетворяет то чего вы хотите то есть для человека рвет образа исходя из своих желаний так вот очень важно понять какие у вас желания чего вы хотите и стараться их осуществлять это желание далее вы пишите что вам не с кем развеяться и здесь можно сказать так что у вас наверное есть друзья и с этими друзьями просто нужно начать проводить какое-то время все своего времени и постепенно вы будете решать круг своих круг своих знакомств и постепенно в этом круге будут появляться женщины с которыми вы будете знакомиться встречаться и какая-то из них вам понравится и вы захотите с ней значит близится и начать совместную жизнь то есть ваша жизнь не кончается на разводе этот развод нужно просто бережать и самое наверное главное что вот два момента основные два момента которые вам необходимо на которые вам нужно обратить внимание мы либо самому либо с помощью специалиста это первое значит факт развода то есть почему же она ушла осознание того что женщина вас не любила осознание того что она не любила что она не являлась для вас только вы ее считали а значит у вас не могло получиться ничего хорошего и второе это планирование своей жизни в дальнейшем то есть наметим цели наметим ваши желания ваши стремления потребности и начнем последовательно с учетом того что вы отец с учетом того что у вас есть сын значит наметим пути их удовлетворения пути достижения наметим стратегию деятельности в результате которой вы последовательно будете добиваться всего того чего вам нужно но постепенно то есть понятно что если вы добросеть то вам будет сразу тяжело переключиться на более активный образ жизни это нормально ничего в этом страшного аномального нет но и этого сразу от вас никто не требует то есть тут играет роль ваше желание вот вы допустим чего-то хотите да но ничего не делаете для этого то есть вы хотите но реальных действий для достижения не предпринимается соответственно у вас недостаток побуждений недостаточно побуждений для того чтобы наспиться этой цели чтобы это произошло необходимо искать новые смыслы новые мотивы для того чтобы сделать то или иное допустим допустим если вы живете с сыном то понятно что ваш сын значит ну как бы бельмана то есть вы тут не написали общается жена с сыном или нет но из смысла письма понятно что жена с вами больше не живет и сын остался с вами то есть мама мама у него как бы находится на отдалении а женщина в хозяйстве нужна потому что ну нужна женская рука в дом в доме и а если вы сможете увязать по смыслу значит поиск новой спутницы жизни и обеспечению более комфортного проживания вашего сына если вы это свяжете между собой то появится новый смысл того что вам нужно делать вы будете делать тоже не только для себя но и для своего сына которого вы любите и которому вы желаете счастье и побуждений мотивов для поиска для изменения своей жизни будет больше соответственно больше припасы к тому чтобы начать конкретные действия по достижению цели и вот именно в таком направлении вам и нужно двигаться а если что-то мешает если вы испытываете какие-то конкретные блоки какие-то конкретные видите препятствия ну например не вернусь в себе там страшно ничего не получится и так далее это уже нужно разбирать непосредственно с вами то есть не в рамках вопроса ответа потому что причина по которым вы не можете изменить свое поведение могут быть самые разные начиная от привычного положения заканчивая заканчивая типом вашего характера и и в зависимости от проблемы нужно подбирать соответствующее решение и можно конечно все варианты перечислить видео но получится очень долго и если к вам это допустим не относится или у вас вообще совершенно своя индивидуальная причина то получится что вы просто зря посмотрите это видео и ничего полезного для себя не извлечете поэтому что касается препятствий то нужно работать непосредственно с конкретными фактами но по общему правилу то что уже можно сказать сказать сейчас это то что вам необходимо думать не только о себе но и о том что лучше для вашего сына для вашего сына будет лучше если быстрее в вашем мире вашей семье появится женщина может быть она не будет столь любима как мама но по крайней мере она принесет индивидуальные особенности свои что позволит вашему сыну чувствовать себя более комфортно вам соответственно тоже разгрузит заботы и дела по хозяйству вы сможете почувствовать себя более свободным то есть у вас будет меньше как бы вот этой вот ответственности за все что вы делаете сейчас на этом в принципе все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим будем вам благодарен пока желаю вам всего вам доброго и дальше